так так ребят вернулся к вам не знаю в чем прикол но это не это не интернет лагает а что-то другое не знаю но теперь я думаю что это будет лучше это очень простая если вы хотите уйти на 1-гит-expand и термомблокс то вы должны полностью изменять вашу билдин и это будет очень скрываться с теми если вы хотите идти на 1-басе техплей как и эфирид-блинк или что-то вы можете идти на 2-16 газ но сейчас, потому что вы делаете это все эти теми стали очень-оченько для статистических игроков и это просто очень крутой игроков для Т.Y. Это что TY делает почти в каждой ТВП Если вы посмотрите на его серии СЕЗ СЕЗ должен начать работать вокруг него И если вы видите эту серию Я думаю, что это за третью или четверть раз? Да, третью или четверть раз Да, из 5 игр Да, это 6 игр Я думаю, что он делает это в большинстве своих игр И как мы видим сейчас Это очень странно, что ты должен получить Старгейт перед вашей НЕКСИ Ну что, если стат сейчас проигрывает То это 2-4 в пользу TY Вроде как стат не собирается взять и слить сейчас просто То есть он будет готовить Он будет готовить и готовить Чтобы встретить его ураку Как вы видите Он начался сейчас И у него стат не будет Он будет готовить его НЕКСИ Он будет готовить его Он будет тратить Он будет койтать Он будет коином И думает, что это оракул Он будет достигнуть Но это будет так тяжело Потому что у него будет Турреты И у него будет много маринов держи новую крутую фотку начало двухтысячных годов как бы точно вот говорить сейчас занюблю даже сейчас занюблю даже Я просто понял что, потому что он идет на квиг. Он идет на Комбатилд первая. Он не добавляет ничего еще, он только один газ. Ухо. Нет, 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 нет. Это как вы закончили всё. И Статс пойдет на базе. Он будет на Комбатилдд с мараудерами. Нет, 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 1, 1, 1, нет. Он даже не будет. Вы понимаете, что статы могут просто уничтожить для этого. Но статы уничтожили. Ну там юниты пошли, на самом деле интересно. Ладно, потом посмотрю. Ну короче, да, это на конец 90-х, начало 2000-х. Так, ну в Статса есть третий Нексус. А у Тивая здесь есть бункера и туреточки какие-то в наглую прямо. А есть ли щиты у Тивая? Щитов у Тивая нет, но у него стимпак, я так понимаю, уже готов. Адепты врываться пока не врываются. Уверчаж выставлен 1, Марик минус. Где еще та адепты? Вот адепты еще варпятся. Наконец-то надо бой принимать вообще. Побыстрее Тивая здесь он принимает бой. Разваливает тут Мариков, мародеров всех. Выход с Тивая в итоге в никуда просто получается. Адепты телепортируются и минус все здесь в итоге. Туречка тоже упадет. Статс по лимиту больше. Статс по лимиту больше. Да. Статс по лимиту больше. Статс по лимиту больше. Да. Я думаю, что... Как я сказал, я был очень интересен. В начале с инженерами. Мы не делали в Ультиматрике Орако. Но факт, что он просто увидел этот движение. Это очень-очень важный. И сейчас, потому что он уходит на 3-й бейс. Он уходит на 3-й бейс. Как вы говорили. Доблый бейс. Он уходит на так много минералов. Он добавляет в его Робо-Нап. Но мы должны видеть этот огромный гейт. Очень короткий. И, знаешь, я думаю, он просто упадет. Я не знаю. Я не знаю. Преимущество по лимиту серьезное. Гейтов 4 штуки. Сейчас, погодите. Напишу к китайцу. Но если стат. Учащество в жизни, я думаю, что Т.Y. не будет улыбаться. Я согласен. Я думаю, Т.Y. не нужно уходить свои ряды. И улучшить свои разные ручки. И улучшить свои эмоции. Учащество поднимать. Вначале, он должен уметь смеяться. Он должен перейти. Он будет уходить на патерпак. Или будет уходить на партнете. Внутри. Так, вот так, я так понимаю, у стация готова заказан армор. Четвертый Нексус пошел. Делается, блин, скорость с таки адептом уже точно есть. Так, злойной прям на мейн залетая дроп сейчас оттевая. Стация есть юнит и есть уверчаж. Сентрио отводит. Уверчаж выставляет, с мареков разваливает. Адепт сверху мареков тоже неплохо на самом деле разваливает. Старгейт можно потерять. Стат решил, что ему не нужно Старгейт оборонять. Ну, не знаю, не знаю. Лимит у Террая боевой есть, в принципе. Ревелэйшн кидает Оракул, последнее, что он делает, собственно говоря. Так, ну что, подходит Сивай здесь. Здесь принимает бой Статс, понимаешь, чему надо драться. Но армия это распличено, упротся. Тивай на мейн передроб делает. Чуть-чуть бы сейчас еще и медивак бы Статс Тивай забрал бы с хайграунда. Ну, Тивай сейчас куча всего. У Статс распличено, плюс на четвертый Нексус там дропчик полетел. Готов ли Статс именно так сейчас отбиваться? Ну, хотя здесь так позиция, что сталкеры из хайграунда помогут дэмэджам, на самом деле, неплохо Статсу. Так, идет Тивай первый, три фотонки здесь, плюс адепты. Легко здесь Статс отбивается. Так, есть Статс вперед пошел. Адептов более-менее сплетанул. На обоих направлениях отбивается, в принципе, нормально сейчас. Под Либераторов, под Блинг Сталкерами делает. Здесь все сбривает, Тивай. При этом всем выход делает на третью базу. И кажется, на двух направлениях загромил просто Тирана. Разница уже 40 лимита приблизительно. И это так, нет, боевого 20 разница, 40 разница общая по лимиту. Ну, экономика 4 в 3 базы в пользу Статса. И нужно дожимать. Так, пошел замес. Либератора там вычинил Тивай каким-то чудом. Статс дерется здесь, эти по лимиту. Что-то Статс проседает. Как же он сейчас мертвого подрался, а? Либератора Тивай вычинил. Рабов вообще не понимал. Четвертую базу занимает. То есть Статс просто взял сейчас и развалился. Просто взял и развалился сам, Аптивай. Либератора фокуса не было нормального. Как-то зашел с разных направлений. Штармы куда-то там молоко пошли. Ну, пока еще нормально, в принципе. Тивай может пытаться кинуть кину, а сейчас. Статс может статс кинуть, но он еще очень далеко. Как, если ты не смотришь, статс кинулся. С эти либератора, то это будет кинуть, да? Боего, Тивай больше на двадцах. Вот он, собственно, и выдвигается вперед. Нужно Штармы нормальные Статсу сейчас кинуть обязательно будет. Без Штармов он здесь не сможет нормально и подраться, собственно говоря. Ксилнагу не понимаю, там тиран, по-моему, нет, просто Ксилнагу контролил. Пятую Статс ставит. Ну, кстати, вот пятая, это пятая, но здесь надо нормально подраться. Отгоняет Статс оппонент своего. Берет все с собой. Ну, призмы нету, кстати, варпа здесь нету. Ну, Тив переваркал, Статс Тивай. Ну, лоб вот так вот наламываться на либераторов, конечно же, не нужно сейчас Статсу. Тем более, там минки уже есть. Я не знаю, как, если заходить, то с какой стороны, непонятно. Ну, кстати, вот так вот, как он сейчас блинкнулся, можно с этого направления пошатать, по-моему, было. Полетело приз вперед, там четыре адепта в этой призме. Ксц-шечку можно было бы отменить, сейчас что Статс собирается сделать, кажется. Обходит Тивай, встречать, принимать здесь. На мейне штормовички есть, везде штормовички есть, стоят. Там энергии на мейне нет, но других зато энергии есть. Вот на мейне призма сейчас делается варп зелков. Зелки мариков, которые призму фокуснули, просто моментально расковыривают сейчас. Адепты на вторую базу сместили, здесь дропчики на мейне летают. Два ксц-шечка ставят штормом, плюс доварпом небольшеньким, можно отбиться будет сейчас. Так, дропают с на мейтом Тивай. Ну, это шторм кинуть сюда, просто фидбэк по медиваку. Медивак надо фокусить пилоном всегда. Статс-элементарный такой момент. Ну, на такой стадии, это момент-то элементарный, но это на ранней стадии элементарный момент. На такой тяжело везде законтролить, идеально, чтобы еще и там один-единственный медивак фокусить. Когда ты вот здесь основную армию контролишь, остаться там не без движения находится. Он стоит и пытается сверху базу выгнать. Я думаю, что это, почему он так быстро выгнает здесь, в этом гейме. Он не хочет уйти в какой-то большой оверхистенции или что-то. Это время для бейкона. Бейкона. Вот мы. Думбл-сталгейт на дороге. И он будет... Далисчис. Так, ну, кстати, тут размен пошел, смотрите-ка. Ти-вай статсу забревает базу ближнюю к мейну. Статс забревает такую же базу Ти-вая, но для Ти-вая она значительно важнее, потому что у статсу есть уже новая база, а здесь-то баз нету. У Ти-вайчика-то. Сейчас еще второе золото выбьет. Адепты на мейне. А, тут уже в лоб пошел врыв. Ну, кстати, там либераторов много не надо, слишком большие потери будут. Не надо так именно врываться. Здесь заходит Ти-вай статсу выбивать. Тоже база статс возвращается. По-лимиту в плюсе. Так. Ну, тут статс отбивается, по-лимиту в плюсе. Ти-вайчика-то. Да. Ти-вайчика-то. 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 Ну, это 3-3, ребята. Это 3-3. Прессинг продолжается. Ну, тут не отбиться. Тивай, очевидно, абсолютно. Финал прямо сверх напряженный получается. Гай-гай пишет Тивай. Так, игра началась. Гай-гай пишет Тивай. 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 Реально, у нас у нас было несколько минут. Но, как его статус увеличился, он был на 30 армии суббитров. Он был близким к тому, чтобы просто ходить на мапы и убить его оппонента. Да, там были несколько моментов в этом game, где он мог бы идти в любую сторону, но кто-то всегда обрабатывал его. Это было очень сложно, потому что я думаю, что Т.Y. мог бы закончить все, но он был очень счастлив с первой старт, когда он увидел его армии, что он может идти на 1-0, он был бы в виду на 1-0, он был бы в виду уже на 100 км. Так что он был бы искренним, но это было очень сложно. Но если он не искал, я думаю, это было бы очень плохо. Потому что сейчас мы видим, что он был бы наиболее всего, он не мог бы вернуться на 1-0, но он действительно изменился весь этот цикл. И теперь мы на этом, мы наступаем на 7. Это будет Иррайна, Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 меньше смута получит и в звездочке в пометке для турниров типа ну если ты кореец как бы ты короче не пожил какое бы ты место не занял и все равно денег меньше получаешь ну такая вот дискриминация да нет меньше смута точно не получится кто-то считал что около 9000 долларов может быть первое место если все там с нулем выигрывать ну тут уже явно не с нулем но призовые тут великолепные просто на данном турнире на самом деле и очевидно что никто здесь не обломается и второе занятие первое вот но шла речь о том что Стас должен побеждать как бы и я ставил на это естественно в ставочках как бы вот ну получилось очень напряжно мне казалось что так напряжнее будет но с другой стороны нужно понимать что это ведь тиммейты как бы и тут в этом суть тоже призма заказана у Стаса и Тивай Тивай золото хочет между воздушное занять между игроками просто сейчас это интересное решение очень что из этого выйдет я не знаю нужно призмать нужно что-то вести как-то это отменять золото как можно быстрее причем Стас так Стас пытается Стас пытается там отогнать Тивай ну золото правда сразу же Стас спалил то есть нужно сейчас как бы этой призмой в общем-то наверное адептов туда и завозить главное призму не пойдет если завезет дропнет плюс успеет варп один сделать все будет хорошо но тут правда медиваки полетели вперед тут сейчас призма залетает сбоку так медиваки полетели тут такая щекотливая ситуация просто сможет потерять на этом инициативу свою потому что сейчас он дропнет адепт например и медиваки сюда еще юнитов завезут а с другой стороны так вот пошел дроп с медиваков с другой стороны сейчас просто Стас может пойти в лоб убить просто Тивая по-моему здесь призма пытается улететь призма улетает 117-112 по лимиту отбивает Тивай свое золото у Стас уже четвертую ставят ресурсов очень много здесь юнитов-то мало ну тут в этот узкий проход не пойти если бы был бы где-то на камнях а они пробитые были бы Стас я думаю он бы пошел бы сейчас 2-1 сейчас у Стас ну из положительных моментов да это две форжи у Стаса причем смотрите как только армор первый доделся сразу же второй заказывают то есть хочет выиграть явно здесь Стас Тивай там что-то в центре камня начинает воевать Стас с ревелейшнами это все видит да надо Темпестов на этой карте вот сейчас просто на остроге этапа Стас Темпестов отстроил бы например и можно было бы неплохо очень ворваться здесь Стас понимает что остров Тивай здесь обороняет хорошо но на мэйне например может быть лазейка где будет все не прикрыто и он летит как раз таки на мэйн сейчас Стас 153-146 по лимиту залетает прям тут под туретку правда аккуратнее нужно дропаться КСМ-ки падают две уже штучки 3-4-5 телепорт идет ко второй базе будет телепортироваться Стас туда нет решил вообще на мэйне пошатать КСМ-ок 8 уже убивает как он на 10 просто 11 рабочих уничтожено дальше не смог дофокусить идеально отконтролить ну в это время выход в центре идет но лимит это посмотрите 20 рабочих разницы у Стас какие-то невероятные количество ресурсов там скоплено там пол 1700 было на 400 по-моему вот только сейчас он начинает их тратить и выход темпстов идет Тивай в это время пытается выйти через узкий проход здесь Стас расшатать вышел-то вышел но тут Штормовиков заметил понял сейчас может быть под Штормом просто затоплен и пытается сейчас гигантским дропом отсечь Стас от своего мэйна и либераторами здесь внутри уверчажа хороших сейчас уверчажа пошло есть Шторма Грейда нет вот это фейл от Стаса без Шторма без Грейда Шторм не покидаешь это очевидный момент абсолютно еще один уверчаж вставляется темписты здесь есть темписты помогают в общем-то сбивать все это дело и сейчас темпистами просто нужно как раз таки остров шатать Сиваю и отбиваться в лоб темпист вперед правда сильно слишком лезет так на четвертой базе Тивай врыв делает Стасу темписты ту речку сейчас минус нут на четвертой базе Стасу что-то не готов вообще отбиваться ну тут не так уж много юнитов поэтому Стас быстро сюда приходит ну так нечем убить либераторов да что ты будешь делать то у Стаса касси а все нет убил либераторов сталкеры были но там потерял юнитов тоже Стас но в итоге золото падает здесь у Стаса у Тивая простите два темписта шатают сейчас еще два прилетят ну там по 4 викинга продакшн с другой стороны но здесь есть и плюс один грейды 3-2 то есть грейды в этот раз не в пример предыдущую игру ставить там вообще провал был и в некоторых играх просто Стас зависал 2-1 дел из фаржей и просто прекращал в этот раз и две фаржи и делается все замечательно и экономика и лимит вы видите 191-148 очевидно что лимит это замечательный для процесса так либераторы взял уже Стас в основную армию идет в лоб шатать я так понимаю у Тивая ни гавстов ничего здесь нету по грейдам 2-2 в 3-2 сейчас будет так Тивая пытается что-то в разные направления тут пошатать пойти ну я не знаю ну да врыв на вторую можно сейчас предпринять врыв достаточно крупный здесь во-первых Темпест есть во-вторых можно туда варпануть что-нибудь в-третьих в лоб как там Тивая я не понимаю собирается отбиваться Темпестов оставляет без прикрытия что же ты делаешь то всеми юнитами ушел Темпестов оставил вообще сейчас потеряет Темпестов но Викингов тоже всех сбил там под Гвардином во-первых это все было так здесь надо Викингов убить Викингов убивают вроде 1-2 Темпеста выжило еще 2 строятся 200 в 143 кажется все-таки Статс побеждает не подвел Статс ну невероятно силен Протс в последнее время этот и очень радует вообще он мне всегда конечно нравился тем что он не мудрил как бы отыгрывал именно стандарт четко старался но вот сейчас просто уровень такой уж прям он вообще жестко четко отыгрывает стандарты 192-132 каждая атака Тива ему минус лимит приносит статс пока да 200 сидит все нормально ну золото кстати почему-то а ну Темпестов увел оттуда статс золото не выбил в итоге ну надо в лоб добивать иначе сейчас Тива его становят так тирана на 2-3 минуты отпустить он 170-180 место строит с либераторами с викингами и уже не выбить может будет пошла атака Гостов как не было так и нет викинги все падают правда Темпеста тоже все погибают нужно штормить а вот а не Гост был один Гост был все кидается шторм поздравляем статса с победой красавчик просто не знаю сколько призового он получит там может быть сейчас и распределится это сразу не могу вам сказать так ну 4-3 счет 2-300 Ютермал получает за третье место ну 1900 как Ютермал за третье почти ну нет тут разница значительная 4500 баксов но на получается даже если до 1400 округлить Снуд на пятихатку баксов больше чем вообще получил Солар я вот не знаю что это за арифметика такая вообще ну Снуд здесь то вывел да Снуд вылетел здесь но он тоже 0-3 вылетел Солар в первом да наверное важно то что Солар вот здесь вылетел я так понимаю но с другой стороны он потом и Шоу Тайма и того же Снуд зашатал причем Снуд 3-1 и все равно меньше получил сивая правда 3-0 его развалил так ну что условных единиц на кипбете становится просто немерено 122 с 30 поднялось но это для меня не деньги к сожалению условные единицы вот ну что призовой ждем записи я все выложу к сожалению начал лагать вот пошел стат 7-100 получил Тивай 4-400 получил 7-100 то есть стат выигрывает второе место занимает на старлиге это 17 тысяч долларов вот за последнее время занимает первое на кросс финалах недавних вчера которые я стримил 7 тысяч 17 тысяч долларов получает и там 17 это 34 и здесь 7 уже то есть 40 просто ну там 42 почти 40 с лишним 41 с лишним тысяча долларов это больше чем в детстве играл Дарк как бы 3 турнира стат ну не потащил ну короче молодец стат вообще по деньгам топчик за последние 3 месяца где-то по-моему вообще ну если из корейцев считать естественно ну ну хорошо что тебе принес а не унес поэтому поддерживайте канал все дела вот мой сейчас я прерываюсь как раз таки поеду с компом заморачиваться я думаю сегодня потому что что-то сссд подводит да нужно продуть все с процентом охлаждение поставить новое попробовать чтобы подогнать его чтобы 60 фпс тащило хочу всем спасибо за внимание на youtube все я выложу увидимся ребятки увидимся хороший был турнир вот очень даже хороший ссд не знаю что может может можно просто систему снести как бы что-то не хочет грузиться она по хотя вот оставляешь минут 5-6 и грузится как бы ссд ушел там пока чалю лапы мыть например загрузилась а так просто перегружать надо не схватывается на заставке что-то происходит не знаю что за хрень будем разбираться короче ребят всем пока увидимся